10 утра. Автовокзал – излюбленное место таксистов. Одни машины приезжают, другие уезжают. Инспекторы проверяют всех без исключения. Смотрят водительское удостоверение, техосмотр, страховку и предрейсовое медицинское свидетельствование. Здесь стоять нельзя. Знак остановка запрещена. Вот и все. Предупреждение. На первый раз, да? Раньше не было нарушений? Не было. Все нормально. 22 года за рулем почти. Часто установлены нарушения в отсутствии внешнего оформления. В основном это отсутствие плафона опознавателя на крыше, отсутствие на боковых поверхностях полос, желтого цвета, номинание перевозчика, НП на передних дверях. По внутреннему это отсутствие визитных карточек, информации о месте нахождения, книги замечаний и предложений. В Бобруйске только за 4 дня ГАИ привлекла к ответственности 30 перевозчиков. Массовая проверка началась по всей Могилевской области. Дорожная милиция делает акцент и на междугородние маршрутки. Зачастую они пренебрегают правилами безопасности. Расплачивается порой как за проезд, так и за оплошность приходится именно пассажирам. Какие меры вы соблюдаете, чтобы безопасно перевозить пассажиров? Во-первых, скоростной режим соблюдаю. Правила дорожного движения. Кто-то нарушает, кто-то не нарушает. Все же люди разные. Только в начале января из-за беспечности водителя рейса «Могилевка-Руглая» пострадали 6 человек, в том числе 3 подростка. Всему виной непригодные к эксплуатации шины. Авто съехало в кувет, где после прокинулось и врезалось в столб. Потому особое внимание зимней резине. За прошлый год на дорогах города произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. Одно из них произошло по вине водителя машинного такси. Нарушение ПДД, перевозка сверх нормы, нелегальная прибыль и безбилетники. За 2021-й в области привлечены к ответственности 916 маршрутчиков. Одни проигнорировали сигнал светофора, вторые разговаривали по телефону без гарнитуры, третий сел за руль без прав, четвертый и вовсе позволил себе немного выпить перед рейсом.